АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер, дорогие друзья! Вообще, концерт в клубе Алексея Козлова — это целое событие всегда для нас. Сегодня не совсем обычный концерт, потому что играет вот это замечательное трио под названием «Клей тугой». Супер момент. Я думаю, что вам надо обратиться в компанию, которая выпускает вот этот супер момент, чтобы вы здесь стали хорошим лицом этой компании. Итак, для вас «Клей тугой» в составе Владимир Голаохов. Сергей Клювенский. Клей тугой. Никому не нравится, но нам нравится. «Клей тугой», по крайней мере, можно будет запомнить. Можно свистеть, включать на наших камерных концертах. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АППЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 И так как мы не нашли ответ на эти вопросы, ничего другого нам осталось сказать. Просто музицировать и радоваться тому, что вот есть сейчас. Вот мы сейчас втроем, молодые, прекрасные музыканты. Поэтому ничего другого не осталось, как просто играть, а делать то, что нам нравится, и то, что мы надеемся, нравится. И здесь присутствующие. Следующая пьеса переносит нас в далекую Андалусию. Где фарклёрные танцы с кастаньетами и деревянными башбаками празднуют урожай спелых бишен, ягод и смородины. Эта пьеса предназначается для тех, кто собирает фрукты и после выделения сока этих замечательных подобных вкушает напитки и получает большой заряд энергии и бодрости. И так, Андалусской камень. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Красиво очень! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Человек, который вобрал в себя культуры целых этнических районов, не только России. Во всяком случае, был недавно интересный случай, когда в Оренбурге Сергей Клевенский попытался продать свою волынку. Она не уникальна. Это волынка, которая, во-первых, мастер 1764 года, по-моему, до сих пор живет и в площадке. И этот инструмент уникальный. Те, кто разбираются, конечно, вот сразу нет, что начали. Сережа решил пошутить. Он пошел в магазин и сказал, ну вот, сколько вы ему можете дать за эту волынечку, примерно. Ему продавец сказал, что можно я отойду сейчас в конторку, посмотрю, какая есть сумма, какая есть наличность. И через некоторое время приехала полиция, потому что он вызвал полицию и сообщил, знаете, что таких волынок их всего четыре. Значит, три находятся, по-моему, в Малаховке у кого-то. И одна у музыканта Сережа. И поэтому это уникальное… Это какой-то вор, который ограбил, так сказать, великого музыканта. И Сережа надели наручники. Ну, такие музыкальные, они там с украшением. А Сережа сказал, ну что вы делаете, братцы, посмотрите ему честные глаза. Ведь я же и есть тот самый Сережа Клименский. Выходил как? Сережа Клименский должен быть в Марбурге или в Мадриде. А в Оренбурге почему-то его не ожидали. И сказал, что ты молодой человек, вы, конечно, очень симпатичный, но вы врете. Мы вынуждены вас арестовать. И тогда хозяин этой ламочки сказал, что пускай он сыграет на этой волынке, полет шевеляет. Сейчас будет понятно, что действительно сделает ли это Сергей Клименский или нет. И Сережа, действительно, взял волынку и, конечно же, отвечает за это сделать. Ну, мы ждали, мы ждали все это время, мы надеялись, что он придет. Он пришел, вот сегодня пьеса, посвященная ему его таланту удивительному. Называется «На пять восьмых» и посвящается всем, кто ищет истину в глубинках нашей Родины. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Спасибо, дорогие друзья! Спасибо! Желающие приобрести последние диски, которые остались, могут это сделать сегодня на память о концерте. Кто не хочет этого делать, все равно оставайтесь с нами. Через 15 минут мы продолжим. Дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Я вижу, что собрались очень интеллигентные и здорово-местящие люди, которые, конечно же, задают вопросы такого космического характера и глобального масштаба. Ну, конечно, многих интересует, я уже вижу, прооживленным разговором, диспутом, взрослым. Всех, конечно, интересует, в первую очередь, почему? Почему в Германии такая сильная симфоническая школа? Почему столько много удивительных композиторов, которые творили в этой удивительной стране, в Германии, в Австрии и в Австрии? Почему в другой стране нет такого удивительного солнечного гения? И надо сказать, что мне очень повезло, потому что в 1989 году в Москву приезжала удивительная совершенно женщина из Германии, Инга Унзельд, и я ей задавал эти вопросы. Я, конечно, спрашиваю, скажите, в чем дело, почему в Германии столько много удивительных композиторов, столько много дирижеров, столько много симфонических коллективов, в общем-то, каких-то музыкантов? И она мне в ответ просто улыбалась, потому что не понимала, что я ей по-русски спрашиваю. И так она улыбалась и уехала обратно. А я остановился с вопросом. На самом деле, недавно я услышал точку зрения за счет того, что Германия была разделена на маленькие княжества, на маленькие микрогосударства. Единственная гордость была – это выдать свою принцессу за русского царя, единственная надежда. До этого можно было ходить в соответствующем виде, как-то где-то прогуливаться возле посольства. А что делать остальным, у кого нет, допустим, дочери? И решили как-то привлечь к себе внимание и заодно утвердиться. Что такое утвердиться? Может быть, доказать, что я, как курьёст или как епископ, лучше, чем мой сосед. Самый дешёвый способ – нанять музыкантов. На самом деле, в каждом приличном городе был свой оркестр, и каждый композитор имел покровителя. И вот Антоша Горбунов, как молодой композитор, тоже в своё время получил удивительный перст судьбы. Ему заказали, по-моему, это был «Мост-модоканал», пьесу сразу с какой-то влажностью, с компрессией труб. И, знаете, прекрасно Антоша справился, написал удивительную пьесу. И, конечно, бескоснилось, стеснялся, потому что всем было понятно, что это гениальное произведение. И оно было исполнено в Дагестане. И совершенно удивительно, я не знаю почему, но в природе очень много парадоксов. Но там эта пьеса проводилась. Ну, он не отчаивается, и тем более, что, в общем, все есть психологическая поддержка. Мы всегда говорим, что Антошке замечательная история. Музыка не останавливается. Помимо Дагестана существуют ещё другие какие-то зрительские аудитории. И мы охотно исполняем его пьесу. Она называется «Горная река». И посвящается действительно текучести жидкости на ограниченном пространстве. Ну, соответственно, в том числе посвящается людям, которые устанавливают в наших домах счётчики. Время, гурлая Виталь. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Испанский рейс, кругом испанца, испанская речь, красивые мужчины, ну, женщины так бывают, вот, как я попал туда непонятно, а за бортом гроза, восемь тысяч километров, километров, метров, и гроза, все, знаете, свет потух, Ходил стюарт с чайничком, и я вижу, он ничего не наливает, он пустой, но то, что он ходит с чайничком, как-то очень сильно успокаивает, а я спал до этого, и мне принесли туэльфу, и все уже поели, а я думаю, что же выбрасывать надо, Начинаем потреблять в плечу испанские делегатесы, и, батюшки, а это за мной ребенок сидит, сидит и смотрит. В темноте все пассажиры начинают креститься, руками машут, а он ко мне жмется, мама, слава богу, русская, говорит, что ж ты к дяде-то не жмешься? А дедочка отвечает, ну, вы-то тут все уже молитесь, а дядя-то жрет себе спокойно, так и доехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok